Всех приветствую на канале Банковский в нашем обзоре вклады от банка Уралсип. Банк предлагает сразу несколько продуктов, да, ну и вот среди них можно выбрать достаточно интересный, на мой взгляд. Вот на первом месте здесь акцент даже банк на нем делает, это выгода плюс, то есть сезонный вклад при открытии онлайн до 6% годовых. Ну, там по факту 6% можно получить далеко не всегда, но все равно, даже если это будет, например, 5-5,5, все равно это хорошее предложение, учитывая современные ставки по вкладам. Минимальная сумма от 50 тысяч рублей, ну и в общем есть там варианты по срокам, то есть, ну, как бы можно рассмотреть его. Дальше идет доход, называется вклад, это вклад не такой выгодный, как предыдущий, но зато его проще открыть, здесь нет таких требований по сумме, ну и соответственно ставка доходит до 4,7% годовых. Дальше у нас вклад комфорт, он идет тоже достаточно хорошие такие условия, имеется в виду, что минимальная сумма вклада от 1000 рублей до 3,76% годовых с учетом капитализации, то есть, это вклад предполагает совершение расходных операций, что является плюсом, то есть, нужны деньги, воспользовались. Ну, доход, конечно же, чуть меньше. Вклад, который называется рост с автоматическим повышением ставки при увеличении суммы, то есть, чем, соответственно, меньше сумма, тем, соответственно, больше ставка до 3,87% годовых. Как-то вот мне не очень привлекает этот вклад, не вижу я в нем особого смысла. Дальше вклад почетный пенсионер, то есть, он, все подряд его открыть не могут, только лица предпенсионного возраста, то есть, там, женщины, достигшие 54 лет и мужчины 59, да, соответственно. То есть, не обязательно предъявлять пенсионное удостоверение, можно просто вот показать, что вы такого возраста и, соответственно, можете открыть этот вклад. Если у вас есть пенсионное удостоверение, то вопросов никаких. То есть, он для любых пенсионеров, в том числе и военных, там, и так далее. И последний здесь вклад, достойный дом детям. То есть, высокая доходность вклада идет относительно, да, то есть, 4,01%. Я бы сказал здесь, если вот, как бы, банк слукавил, я могу назвать эту ставку, в принципе, средней сейчас, потому что многие банки сейчас заимели продукты, у которых там 4% и чуть больше. Поэтому тут плюс в другом, в том, что вы можете одновременно и заниматься благотворительностью. То есть, там, часть процентов автоматически перечисляется в благотворительный фонд. Имеется в виду, свой процент вы получите, но еще и поможете детям, да. Меня заинтересовал самый первый вариант. Давайте его более подробно посмотрим. Выгода плюс. В чем здесь соль? Как получить самую высокую ставку? Ну, вот здесь даже по калькулятору вклада мы можем судить о том, что, в общем, ставка базовая, она намного меньше. То есть, вот тут идет, если я срок выбираю, скажем, 200 дней, да, и 50 тысяч рублей, у меня всего 4% будет. Если я вклад открываю с помощью интернет-банка, да, что, к слову сказать, довольно просто делается, у меня уже на 0,2% ставка повышается. Если у меня срок увеличивается, соответственно, у меня и ставка повышается. То есть, 5% при условии, что у меня вклад сохранится на 740 дней. Ну, естественно, без снятия средств. Сумма здесь любая, я вот здесь выбираю, она не играет роли. Давайте посмотрим на условия. То есть, что здесь можно сделать для того, чтобы получить ставку выше. И вот здесь у нас в условиях это прописано. То есть, я должен 740 дней по 4 периода по 185 дней. То есть, сначала 4,1 будет, потом 4,7, потом 5,2 и потом только 6. То есть, банк здесь слукавил. Получается, 6% я получаю только на последние 185 дней. То есть, если так прикинуть и посчитать, и в среднем за весь период, то получается там далеко не 6, да? Ну, банк здесь схитрил, опять же, для того, чтобы в рекламе заявить повыше вот эту вот процентную ставку. На самом деле, конечно же, 6% сейчас никто не дает. Это ставка только по картам и при условии там расходных операций, то в некоторых банках. Поэтому, если вы дополнительные какой-то выгоды банку не посулите, никакой выгоды плюс вам тоже не будет. Но все равно, в принципе, 5% получить, согласитесь, это тоже неплохо. Ну, остальные вклады, я тут забегая вперед, скажу вам, что нет особого смысла так разглядывать более детально. Тут никаких сюрпризов не будет. В принципе, первые два, они, в общем, можно считать их интересными, самыми интересными. И с них начинайте, если будете самостоятельно изучать предложения по вкладам. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео. И удачи вам!